Самая долгожданная часть всех игроков в Clash of Clans это прокачать всё до единой мелочи на своей ратуши. Ну а если это ещё и самая последняя доступная в игре ратуша, так это получается ты вообще полностью проходишь игру. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Можно сказать, теперь-то мы точно из будущего, тем более разработчики в этот день рождения Clash 11-летия запустили такую тематику со скинами в будущем стиле. Конечно же мы не знаем, что ждёт наш в будущем, но всё-таки сегодня я просто, не знаю, полон эмоций, поэтому я поиграл несколько часов и да, наконец-то освободилась лаборатория, всякие питомцы тут прокачаны, я их ещё, кстати, ничего не тестировал. Я, можно сказать, сегодня просто поиграл, ну где-то часа 3, наверное, дофармил всё-таки на героя. И да, это последняя прокачка доступная у меня на аккауте, на моей основе. Больше мне делать нечего. Ну, конечно, проходить нужно ещё задания тут всякие, там то сё, мой сё, но это не важно. Короче говоря, не хочу долго ждать, как-то просто... Короче, просто нажимаем вот сюда, бамс, бамс, бамс. Всё, просто для этого всё было готово. Уже давно я мог бы это сделать, но ждал лабораторию и питомца, поэтому я это осуществил сегодня. Ну и теперь-то я могу точно с уверенностью сговорить, что я фул ТХ-15. Ну или же я прошёл Clash of Clans. Да, у меня даже это... Язык не поворачивается, но это так. Я его прошёл, офигеть. Нет. На сегодняшний день строители работают в кузнице. Если кто-то не знает, что это такое, это там, где добывают золото на столицу кланов. И поэтому строители заняты этим. Ну, это на тот вопрос, кто скажет, где мои строители. Вот. А на самом деле-то кузницу зафулить невозможно. Как бы они там всегда работают. Я имею в виду из построек. Полностью. Абсолютно. Давайте даже поставим базу, где всё это видно. Наглядно. Красиво. Каждую построечку. Каждую заборинку. Не, ну на это можно смотреть, конечно же, вечно. А особенно на свободных строителей. Ну, пускай их даже двое. Но ещё и можно смотреть на 90-х Королеву и Кинга. 40-й чемпион. 65-й ранг. Кстати, надо как-то их чуть-чуть подкачать. Либо левелайм поднять, что ли. Потому что, блин, два гера 90-х. А тут вдвое меньше эти двое. Ну, почти вдвое. Поэтому, да, скорее всего, следующих мы будем активно качать либо хранителя, либо чемпиона. И они будут намного мощнее. Хотя, кстати, последние левела, они стоят по 350 тысяч. И при этом профита, как такового сильного, они не дают. Ну, там, по чуть-чуть добавляют хп, там, урона. И фармить даже как-то и не хотелось. Но фул есть фул. Кстати говоря, всё-таки выдают у нас строители синим цветом. Ну, это было на ТХ 13-12. Но есть предположение, что следующая ратуша будет в какой-то, в такой палитре, тёмно-синий. Хотя, может быть, и нет. Ну, короче говоря, почему-то всё это странно выглядит. И вот так вот сегодня выглядит фул ТХ 15. Максимальный уровень лаборатории. Это же реально круто. Очень много юнитов в 2023 году. 10 плюс уровня. То есть, 11-й левел, 12-й даже есть из тёмной казармы. Например, кабанчики. Например, голем, которого я протестировал и так и не понял, зачем он на высоких ратушах. Но, блин, он 12-го уровня. Это же нереально жёстко. По банкам, конечно, ещё 10-го уровня, а не, есть всё-таки одна молния. Но одна баночка хотя бы есть. Всё остальное 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Ну, примерно такого уровня. Это всё вот так вот. Что касаемо питомцев, их целых 8. И да, 4-х мы качали с нуля на ТХ 15. Ну, и плюс ещё 2-их. Потом добавили качать по 5 левелов до 15-го уровня. И это тоже всё прокачено. Что касаемо профиля, давайте сразу же уже закончим. Естественно, мне ещё целую кучу ачивок проходить. Тут 10 тысяч мест заклинаний, осадные машины донатить. Их очень долго и много нужно донатить, чтобы пройти эти задания. Также 5 тысяч атак отразить. Я даже половину за всё это время не выполнил. Это реально жёстко. Кстати, недавно, кто не смотрел ролик, я выполнил задания со швырятелями. Теперь бы ещё и с башнями заклинаний выполнить. Ну, короче, всё это нужно выполнять. Кстати говоря, гоблинов до сих пор не прошёл. Да, конечно, много тут ещё ачивок. Но большая часть пройдена. На сегодняшний день, кстати, почти 3000 гемов. Это очень круто. Но больше всего радует, конечно же, профиль. Это 5555 легендарных трофеев. Это... Да всё. Просто фул. Реально. Больше слов, как бы, всё, нету. Абсолютный фул. По волшебным предметам я, кстати, Последнее время уже ничего не трачу. Начал уже копить. Молоты тут всякие закупать. Книжицы. И... Всё. Как бы на сегодняшний день. Я сколько раз уже сказал, конечно. Надо накопить все волшебные предметы. Затарить медальки рейда. Затарить гемы. Затарить медальки ЛВК. Кстати, их вообще, по-моему, нет. Ну да, я закупил молоты. И всё. Ждать обновления. Это реально круто. Целый ролик посвятить просто моему фуловому аккаунту. Где я говорю, что я фул. ТХ-15. Это же круто. Это же офигенно. Я последние месяца два не мог этого сказать. Просто из-за того, что не вкачаны были герои. Ну а сегодня могу себе это позволить. Да, конечно, кто-то считает, что если две деревни зафулины, Тогда ты, да, прошёл Clash of Clans. Но я считаю это не так. Потому что, ну допустим, ту же самую столицу клана пройти никак невозможно. Это же ведь играет столица. Это же играет клан. Поэтому это невозможно. Также и деревня строителей. Это совершенно другой мир. И сами знаете, что ДСК обновилась не так давно. Её зафулить быстро не получится. Но, тем не менее, изменения тут какие-никакие тоже имеются. Например, скоро будет фуловая обсерватория. Завтра, точнее даже сегодня, я поставлю миньона до 20 уровня. И всё. Тут полностью всё прокачано. Это реально круто. Плюсом, потом эликсир пойдёт у меня только на прокачку вертолёта. Потому что больше эликсир... Ну вот, рудник с христаллами, ладно, ещё прокачиваю. И больше эликсир никуда не нужен. Кстати, арбалет фуловый. Обалдеть, как он красиво выглядит. И по дефу качать, конечно, ещё очень много всего. Например, это башни лучниц. Пушки двойную, кстати, уже докачиваю. Потом ещё ПВОшки. Ну, да, тут, конечно, апать прилично всего. Но главное, что основную часть я прокачал. Она полностью прокачана. И это реально круто. Бамс, всё фуловое. Ловушки. Ну, ловушку я поставил просто потому, что пока что не накопились ресурсы. А так... Ну, я думаю, что к концу года я точно ДСку зафулю. Тем более, очень много было прокачано за эти месяцы. И остаётся, можно сказать, ерунда. Согласитесь, это действительно выглядит клёво, когда у тебя всё полностью горит пламенем. И герои, и питомцы. Хотя они не горят, но будем считать, что горят. Плюс юниты, осадные гоорочи. Через всё это пройти нужно. И только тогда меня все поймут, что это такое вообще. Ощущения какие. Просто если бы вы знали, сколько всё это прокачивается. А большая часть явно знает, сколько всё это прокачивалось. Вы понимаете, что до этого доходит не каждый. Можно сказать, что на сегодняшний день только избранные. Потому, что, как правило, игроки бросают на ратушах пониже. И эта ратуша где-то 10-я, там 12-я максимум. Ну, или на 13-е кто-то уже заканчивает. И всё, и заходит так просто посмотреть, что там происходит в Clash of Clanser. А пройти 14-ю ратушу, 15-ю, не каждому дано. И это реально сложный путь. Сегодня я ничего не придумал годного, а просто сделаю то, как я делал это в прошлый раз. Я заготовил целую кучу хилок, ведь я сегодня прокачал героя последнего. И будем как раз таки тестировать всех героев с хилками. Это гениальный микс, где нет никакой логики. Есть только энтузиазм, фан-атака и всё. Как бы не более. Есть вот такая заброшка, предлагаю вам разомнуться на ней. А уже потом попробовать посильнее какую-то базу шатануть. Но, тем не менее, попытаемся что-то сделать. Так, вот так вот. Ой, куда я столько? Ёлки-палки, почти всех хилок скинул. Да, было бы не очень, конечно. Сейчас закидать всех хилок на одну королеву. Ей-то, в принципе, и 4-5 хватает. Ну, надо было бы ещё бомберов, конечно, бы набрать, да? Согласен с вами, согласен. Но, ладно, сюда вот так вот. Оу, куда? А, всё, я понял. Окей. Урон не прошёл. Поэтому, как бы, на короля переключились. Но, ладно, как бы. Всё равно у меня чемпион пойдёт, скорее всего... Скорее всего... Ну, давайте... Давайте, давайте, давайте. Вот сюда, да. Потому что, блин, с другой стороны герои. И там, как бы, не очень будет ситуация. Давайте сюда вот рейдж. Не, ну, однозначно, герой очень мощный. И, тем более, я нашёл прокачку слабую. И, тем более, заброшку. Хоть это и ТХ-15. Но, да. Я признаю, надо было соперника искать помощнее. Чтобы было поинтереснее кого-то сносить. Но, ладно. КК использовать не буду. Следующие атаки однозначно найду помощнее. Будем уже пытаться сносить мощных соперников. Хотя, кстати, не заброшенная база. А, на полу заброшенная. Но, блин, герои всё равно, как бы, требуются. Требуются. Однозначно мощные. Слабыми героями я бы даже такую прокачку, наверное, бы не забрал. Лучриц мы оформляем просто на добитие. И всё сносим легко и просто. Так как дефенс реально слабый для такого уровня героев. Я с КК уже не буду юзать ничего. Хилочек 4 хватает чемпиону. Поэтому бамс прожимаем. Можно даже вот этот дефенс забрать. Смотрите, просто с одной тычки бам-бам-бам. И всё. И нету дефенса. Это же реально круто. Лучницы бамс. Тоже закидываем. Прожимаем ковину. Прожимаем хранителя. Хилочки погибли. Но чемпион остался живой. Это круто. Все герои живые. Но это очевидно. Если бы прокачка была бы хотя бы уровня ТХ-14. То, скорее всего, штуки... Ну, может быть, 2 погибло бы. Может быть, 3. Я не знаю. Но первая атака разминочная хорошая. Максимально интересная база. Как минимум, расстановка. Я знаю, что тут целая куча ловушек. Но попытаться что-то сделать, я думаю, стоит. Поэтому бам-бам-бам. Накидали хилочек тут. Бам-бам-бам. Накидали кинга сюда. Хилочек тут всяких. Вот. И если что, где-то будем подбрасывать. Кстати говоря, банки тут немножко другие уже. И я думаю, будет интересно посносить вот такую прокачечку. Окей. Давайте сделаем, знаете как? Вот так, смотрите. Потом камнебросатель полетит с клановой крепости. Можно было бы даже и фриз бахнуть вот сюда какой-нибудь, чтобы хорошо снести прям тут дефенс. Давайте хилочек пока поэкономим. Там, оказывается, банка яда была печальная прям очень. Тут предлагаю вам на кинга оформить рейджик. Кстати, какая хорошо так справилась. Сюда закидываем вот это чудо. Печальное чудо, конечно. Да, но нам придется скорее всего фризить вот так вот. Хоп. Шариков. И как-то сносить вот эту вот область. Кинг пока живой. Транспортировать мы ничего никого пока не будем. Хотя, чемпионка, зараза, стой, живи, пожалуйста. Я понял вас. Я принял. Я понял. Окейушки. Окейушки. Так, а где мой хранитель? Я что-то не понял. Чего? Где он? А! Я хранителя телепортировал. Какого фига? Ёлки-палки. Как это понимать просто? Ладно. Давайте сюда вот так вот. Вот сюда еще хилочек накинем. Королева. Окей, давайте. Оу! Я же вот это хотел сюда скинуть. А! Я вместе в одну банку их транспортирую. Я что-то вообще сначала не понял. Хилочка одна, пожалуйста, помогай, плиз. Ёлки-палки, что за... Я этой банкой вообще не играл. Практически никогда. Я в одну банку пом... Я двоих героев в одну банку поместил. Так, можно что ли? Надо посмотреть лимит. Какое там заполнение. Просто как-то странно, слушайте. Герой поражался. Дефенс отток... Ага. Мы еще и ТХ не забрали. Да! Это будет эпичная борьба. Жаль, конечно, что все хилочки на одного героя переходят. Но я, если что, чемпиона сейчас транспортирую. Да и все как бы. Как вам идея? По-моему, гениально. Еще и хилочек можно транспортировать. Хоп! Вот так вот. А, нет, пока... Нет, давайте, давайте, давайте. Хоп! Сюда. Те хилочки летят туда. И... Ага, вижу. Плюс 5 количество там. Давайте как-то вот с этого угла бамс. И хилочки подлечат немножечко. Либо не подлечат. Не, ну должны как бы. Должны осилить. Да, елки-палки, хилочки. Ну, я верю вас. Вы же сильные. Какого фига они не могут отхилить какого-то чемпиона? Одну пушку всего? Ну, пожалуйста. Окей. Пока что живут. Кинг у меня уже под фениксом. Пускай заберет ТХ хотя бы. Он заберет у нас бомбежку. И, кстати, это ТХ-15 вообще. Какого фига? Окейушки. У нас по хп остается очень мало. Но, кстати, фан такую базу снести. Это приятно было очень. 19 секунд. И я думаю, нам тут ничего не помешает снести данную базу на 3 звезды. Классное завершение сегодняшнего ролика. Реально офигенно затащил. Но больше вот таким вот чудотворным миксом я играть точно не буду. А еще и банки этой удивился. Надо ее как-то поюзать нормально. Прям в фанатаках, либо в нормальных миксах. Я думаю, это будет интересно. Но надо, конечно же, подобрать микс к этой баночке. В общем-то, друзья, я фулл ТХ-15. Напоминаю, я сегодня прокачал последнего героя. И теперь-то остается заниматься только деревней строителя. Ну, а на сегодня я фулл ТХ-15. Все, короче, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...